Дианочка, как ты? Отлично! У меня складывается такое впечатление, что большинство крупных компаний совсем уже позабыли о производстве крупных букс-модов и перешли на более маленький сегмент портативных девайсов. Всем привет, меня зовут Глеб, с вами, как всегда, Сигарет нет. И сейчас я расскажу вам о новом девайсе от немало известных ребят из компании Смаунт, а именно о Санти-Под. Перед началом ролика я хотел бы сказать, что к нам в руки попал образец не для продажи, поэтому внешний вид упаковки и то, что находится внутри, может отличаться от конечного варианта. На лицевой панели есть логотип компании, название самого девайса и изображен Санти-Под. На противоположной стороне все, как всегда, технические характеристики и комплектация. Внутри коробки мы увидим полностью собранный мод, а под поролоном нас встретит кабель USB Type-C ярко-красного цвета. Выглядит девайс более чем прекрасно. На лицевой панели находится глянцевая пластиковая панель, а вот уже на противоположной стороне нас встретит либо карбоновая, либо тканевая вставка. Все зависит от выбранного цвета. В нашем случае это черный, и производитель продемонстрировал нам сразу четыре разные расцветки, среди которых встречается даже радужная. Боковые стороны этого девайса перфорированы, и на удивление это очень приятно ощущается в руках. Габариты у пода небольшие, высоту он всего лишь 10 сантиметров, 104 миллиметра, если быть более точным. Весит немного, и как я люблю говорить, обладает приятной тяжестью, за счет чего очень круто лежит в руке. Но еще и вспоминаем, что у него бока перфорированы, так что держать его в руке одно удовольствие. В плане управления здесь все не совсем стандартно. На лицевой панели есть довольно большая квадратная кнопка с углублением, ее очень приятно нажимать, и она не обладает никаким люфтом. И реагирует моментально. Я его выключил, так реагировало, что он выключился. Чуть ниже нее располагается дисплей, на котором указана вся необходимая информация, такая как выбранный режим, заряд аккумулятора, выставленная мощность, вольтаж, количество сделанных затяжек и сопротивление на испарителе. Справа от панели управления находятся кнопки управления плюс и минус, а слева находится разъем USB Type-C. Внутри этого небольшого мода спрятался довольно крупный аккумулятор объемом 1100 мАч, чего 100% хватит на один день умеренного парения. Максимальная мощность здесь 40 Вт. В этом моде есть два режима, ВВ, то есть Вариват, и ДВВ, режим настраиваемой мощности. Для того, чтобы перейти в меню настроек, вам необходимо всего лишь три раза нажать на кнопку Fire. Там вы сможете выбрать один из двух режимов парения или же один из шести цветов оформления дисплея. Для того, чтобы заблокировать устройство, вам нужно одновременно нажать кнопки плюс и минус. В верхней части девайса расположился картридж, о котором мы сейчас и поговорим. Объем картриджа 3,5 мл. Работает он на сменных испарителях с сопротивлением 0,4,6 и 1,2 Ом. Девайс поддерживает сопротивление от 0,3 до 3 Ом. Заправка осуществляется через специальное отверстие. Картридж обладает регулировкой обдува. Еще очень приятным моментом в этом устройстве является то, что каждый раз, когда вы на него будете устанавливать картридж, мод вам будет показывать, с какой мощностью лучше всего парить этот испаритель. В моем случае от 18 до 25 Вт. В конце этого ролика я могу смело посоветовать этот девайс как новичкам, так и пользователям со стажем. У него довольно большой аккумулятор на 1100 мАч. Он обладает регулировкой обдува, огромным объемом картриджа и различными испарителями, среди которых можно встретить даже РБА-базу, в которую можно поставить собственную спираль и парение уже будет совершенно другое. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.